Сначала Диму отвели в спортивную секцию, где он должен был подготовиться к преодолению грядущих житейских трудностей. Дзюдо и самбо сделали из субтильного мальчика настоящего мужчину, однако сначала ему пришлось столкнуться с истинным унижением. Тренер посчитал паренька с вечными соплями бесперспективным и попросил родителей его забрать. Дима эти слова запомнил и, став чемпионом городских соревнований, а в дальнейшем мастером спорта по самбо, напомнил обидчику о своем позорном исключении. Демобилизовавшись, Дмитрий заявил о желании стать артистом. Время, проведенное в армии, он описал одной фразой «Съел за всю армию 17 метров вареной селедки с перловой кашей». Фирменная горбинка на носу также оттуда, в драках на Гиеву дважды ломали нос и ребра. Огромный конкурс в актерский вуз только раззадорил на Гиева, и он с легкостью обошел 155 конкурентов, поступавших в Ленинградский театральный институт имени Черкасова. Отец по праву мог им гордиться. Дмитрий воплотил его собственную мечту стать артистом. Но на пути к диплому парни ожидали подводные камни, его едва не выгнали после первого курса, а на последнем у студента диагностировали паралич лицевого нерва. Подвижность мышц удалось восстановить только через полгода. Тогда к фирменной горбинке добавился особый прищур, по причине которого актер стал часто носить темные очки. Продолжение следует. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк, а также на телеграм-канал, где публикуются самые свежие и очень горячие новости. Этого вы не найдете на YouTube никогда. Ссылка есть в описании под видео. Сделайте это прямо сейчас, перейдите по ссылке ниже. Это помогает нам выпускать новости и радовать вас свежими событиями мира и шоу-бизнеса. До встречи вы в телеграм-канале и в наших видео.